Всем привет, с вами тот самый Феликс. В этом ролике я добавил кучу модов, где каждый добавляет новых мутантов и боссов, ведь нам предстоит сразиться с сотней боссов, при этом находясь в режиме хардкора, адского хардкора. Разумеется, вдобавок всеми силами нам нужно выжить 100 дней, и как можно догадаться, на убийство каждого босса у нас есть всего день. Нужно добавить, это будет небольшая серия роликов, потому что если показать вам за один ролик всю сотню мобов, он выйдет хронометражом часа в 3, а 3 часа никто смотреть не будет. Но у этого есть также и плюс, потому что вы можете предлагать свои моды на любую версию Майнкрафта, где обязательным условием должны быть крутые боссы. А я скажу, что никогда не делал настолько эпичного ролика, получилось очень круто, и тут вы точно не соскучитесь, так что не забывайте 20 тысяч лайков и новый ролик. Также и не забывайте подписаться на канал, потому что до полутора миллиона осталось совсем немного. Ну что же, не будем медлить и погнали. День 1. Итак, вот мы и появились. В этот момент я даже не представлял, какой ужас меня может ждать впереди. Окей, первый свой день я решил полностью посвятить подготовке к сражению и поиску первого босса. Практически сразу я увидел неподалеку деревню и улей. И как вы поняли, это не совсем обычный улей. Добыв дерево и сделав верстак, я направился к этому улью, где по пути передо мной что-то упало. Это был фрагмент неба. Странно, но я ничего не понял. Объясните в комментах, плиз. Что же, прямо сейчас я находился у королевского улей. И поздравляю, спустя 2 минуты от начала игры мы наткнулись на логово первого босса. Королевы пчел. Но думаю, вы прекрасно понимаете, что начинать сейчас сражение будет немного глупо. Поэтому я отправился в шахту за добычей ресурсов. Нужно было как можно быстрее добыть кучу железа. После недолгого копания в шахте, я отправился к деревне, где попутно вырубал себе еще дерево и кучу сена. То даст нам большое количество хлеба и в еде в ближайшее время мы нуждаться не будем. Что же, постепенно наступала ночь. Вот ее я как раз таки и заждался. И скипать ее я не стал, потому что мне было необходимо добыть нитей для лука. И господи, какие еноты в темноте криповые ужас. Служдая ночью по полям, мне удалось наткнуться на нескольких пауков. И после того, как я получил необходимое количество нитей, я отправился спать. День второй. Настал день сражения с первым боссом. Королевы пчел. Нехилый такой босс на самом деле до начала развития. Что же, перед тем, как начать сражение, я отправился в шахты за железом и в горы за кремнем. Для того, чтобы сделать несколько столов лучника. Как вы поняли, это нужно было для того, чтобы выторговать себе изумруды из палок. А за изумруда купить себе кучу стрел. Ведь без этого меня ждало бы явное поражение. Что же, сделав себе фуллсет железной брони с щитом, я был готов к сражению. Мне было очень страшно, но все было преодолимо. Для того, чтобы призвать эту самую королеву пчел, нужно всего лишь навсего взять и сломать этот улей. После чего начинается настоящий ужас. Вы же не думали, что я просто солью этого моба и забуду о нем? О каждом существе из этого ролика я буду давать краткую информацию о способностях и особенностях. В этой интерпретации мода королева пчел выглядит ужасающе. В способности королевы входит призыв пчел, которые будут на вас нападать. Также каждый раз, когда королева издает крик, пчелы ускоряются. Своего рода делают рывок, благодаря которому легко вас догоняют. А что касается ближнего боя, я скажу, не стоит. Просто не стоит. Жало у нее здоровое, а значит и удар соответственно. Поэтому здесь я выбрал тактику дальнего боя. Подходить не было смысла, иначе я был бы под постоянным отравлением и мгновенно бы погиб. Но все же последний удар я решил сделать с помощью меча, что у меня прекрасно получилось. И после смерти королевы все пчелы, которых она призвала, моментально исчезают. Чем мне нереально фортануло, иначе пришлось бы скрываться. Что же отлично, первый босс повержен. С нее выпало два улья, несколько блоков меда и пчелиные соты. Окей, это мне бы не пригодилось, поэтому я попросту мирно повесил их на дерево. После чего отправился готовиться к следующему боссу. Эх, жаль, что против этих огромных мутантов у меня есть всего-то меч и лук со стрелами. Да уж, если бы это происходило в реальном современном мире, это было бы смешно. Вот бы мне сейчас самолет, или танк, или огромный корабль. Все это возможно в масштабном онлайн экшене War Thunder. С недавним глобальным обновлением дрожь земли прокатилась по полям сражений. В игре появился терраморфинг. Теперь взрывы бомб оставляют кратеры, а техника, оснащенная ковшами, как у бульдозера, может буквально закопаться. Используйте терраморфинг для хитрых тактических маневров и внезапных атак. Кроме того, в War Thunder добавлены первые самолеты новой нации Израиля. Вы участвуйте в эпичных сражениях на локациях всей земли. В одном бою доступны самолеты, наземная техника и вертолеты. Испытайте советский вертолет Ми-28НМ против китайского истребителя танков ЗЛТ-11 и другую технику обновления дрожь земли. Современная графика и реалистичный звук обеспечат полное погружение в атмосферу войны. В War Thunder доступно более двух тысяч боевых машин разных эпох. Открывайте и улучшайте технику от времен Второй мировой и до современности. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бесплатную премиумную технику. День третий. К слову, со следующим боссом я встретился совершенно случайно и того никак не ожидая. В шахте, когда копался в поисках алмазов, которые я благополучно нашел, алмазы мне нужны были для того, чтобы сделать себе алмазную кирку и добыть обсидиана. Но не для портала, портал-то можно сделать и без этого. Сам обсидиан мне нужен был для того, чтобы сделать новое зелье, с помощью которого можно напоить моба, после чего тот с небольшим шансом превратиться в мутанта. Это своего рода призыв босса. И да, мутантов по типу Хоглина, Эндермена и Крипера и прочих, я тоже считаю за боссов, ведь они ничем не слабее. И могут убить всего за один удар. Возвращаясь к шахте, моя встреча со следующим боссом была максимально резкой и страшной. Мутант Крипер. Как раз встреча игрока с таким существом и в таком месте, в большинстве случаев может оказаться фатальной. В его способности входит то, что он может взрываться сильнее, чем обычный крипер, и при этом не погибать. Также в сражении он может начать призывать своих криперов-миньонов, которые в сравнении с обычным крипером сильно меньше, но их намного больше, соответственно в бою они представляют большую опасность. Сам мутант Крипер в ближнем бою очень больно кусается, следовательно подходить к нему близко также не стоит. Тем более в моей ситуации, когда у меня всего-навсего при себе только железная броня. И дабы остаться в живых, я выбрал тактику дальнего боя и просто завалил его с помощью лука. Это было достаточно просто для такого противника. Он даже не сопротивлялся. В награду же я получил яйцо Крипера, которое можно надеть на голову или же разбить. То я и сделал, благодаря чему получил немного пороха. Ожидал я, конечно, немного большего. День четвертый. Далее я продолжил добывать необходимые мне ресурсы. Наконец нашел обсидианы и еще алмазиков. Сделал портал в ад и отправился туда в поисках крепости. Мне очень повезло с тем, что совсем рядом находился бастион, в котором я смог добыть большое количество золота. Также я наткнулся на нескольких странных мопов. Летучая огненная мышь, которая смотря на меня жгла меня, от чего было не совсем приятно. Также была ползучая по стенам адская коала, стреляющая мутированная лавомерка, которая словно рогатка стрелялась мини-ловомерками. Это было странно. Ну и самое крутое, что вдалеке я увидел мутанта Хоглина, с которым мне сражаться было еще очень рано, поэтому я отправился домой. Сделал себе золотых яблок, алмазных инструментов и позже в пещерах я наткнулся на железного рыцаря из мода Моузи Мопс. Только как-то в переводе он очень странно был назван. Железный кованый? Окей, думаю многие из вас знают этого железного говнюка. И много где его видели. Найти его можно только под землей, где он будет просто стоять, будто что-то охраняем. И как только вы заходите на его территорию, он мгновенно просыпается и начинает вас зверски атаковать. В его способности входит удар ногой по земле, от которого сотрясается земля и вас слегка подкидывает. Взмахи огромным топором в разные стороны. Да и в принципе все. Вот в этом-то как раз таки и прикол. Самое главное это не попадаться на его удары. Ведь даже один удар может вас убить. А в остальном все просто. Достаточно просто уворачиваться и внимательно следить за его атаками. Отчего в один из моментов он нанесет удар топором сверху. В этот момент топор застревает. И когда он начинает пытаться его вытащить, появляется возможность дать ему как следует по спине, из которой торчит алмазный меч. Таким образом у меня и получилось его убить. Отдельный респект анимации смерти. У этого босса она восхитительная. А в подарок мы получаем очень хороший лут. С железного кованого падает его шлем и топор. С помощью которого мы можем наносить точно такие же атаки, которые имеют большой радиус. Это нам очень пригодится. День пятый. На утро я вспомнил, что есть один из боссов, которого нужно призывать. И как раз таки у меня была возможность его призвать. Ведь необходимые ресурсы для его призыва я уже собрал. Это листва дуба, светящаяся пыль и тыква. Какой смысл медлить, подумал я и отправился его призывать. Для его появления необходимо построить некую фигуру. Ну как и с железным големом. После чего появляется он. Тыквенный кошмар. Босс которого вы скорее всего нигде не видели. Выглядит он реально стрёмно и прикол его заключается в том, что он также может уничтожить игрока с одного удара. И пытаться сразиться с ним в ближнем бою будет плачевной идеей. Потому что во время битвы он будет спавнить жуткие травяные щупальца, которые будут накладывать на вас эффект отравления. От чего стоять на месте или где-то ныкаться у вас не получится. Он достанет вас везде. И поэтому мне приходилось постоянно бегать. Время от времени стреляя в бошку этому тыквенному кошмару. И в последний момент я всё же решил долбануть его как следует топором по башке. Это было эпично. За его убийство я получил 20 уровней опыта и 8 тыквенных пирогов. Каждый раз, когда я съедаю такой, я получаю баф силы 2 и свечение на 30 секунд. Неплохо. И это мне тоже точно пригодится. Окей, на следующее утро после сражения я сразу же отправился в ад для поиска адской крепости. Благо она была совсем рядом и особо долго ходить мне не пришлось. Казалось бы, пришёл я сюда за палками эфритов для того, чтобы позже сделать себе окоэндра. Но я наткнулся на весьма необычного эфрита. Мутант Эфрит. Это существо в своей мутированной версии выглядит как настоящий адский смерч. Он обладает несколькими типами атаки. Выстрелы фаерболами, причём более жёсткими. Эти фаерболы отличаются от обычных большей мощностью. Самая неприятная атака, с которой как раз таки и начался наш бой. Это момент, когда он резко начинает лететь в вашу сторону с огромной скоростью. Во время боя он также успел и затянуть меня в огненное торнадо, которое наносит также очень большой урон. Мне чудом удалось его сразить, и в то же время чудом удалось остаться в живых после сражения с ним. С него выпал достаточно прикольный лут. При смерти он выронил какую-то странную вещь, но ценную. Я так и не успел разобраться. И также разбросал огромное количество стержней, которые вращались вокруг него. Если начать подбирать такие, то стержни могут взорваться. Может выпасть нормальный стержень. Или же с небольшим шансом получится выбить себе питомца Родлинга, который будет следовать за вами и помогать вам во всём. Правда, они очень хрупкие. Что же после сражения у меня было достаточное количество палок и фрита? Даже более чем оставалось лишь добыть джемчуги Эндора, для чего и требовалось найти искажённый лес. День седьмой. Не тут-то было. По пути, когда я проходил мимо багрового леса, на меня напали очень стрёмные багровые комары, которые присасываются к твоему лицу, и выглядит это очень мерзко. И что неприятно, ощущение как в реальной жизни. Но проблема в другом, а это в том, что я встретил его. Мутант Хоглин или же Боров. Выглядит он просто прекрасно, как накачанная версия обычного себя. Встреча с таким говнюком также в большинстве случаев окончится для вас смертельно. В его способности входит сильный удар по земле, от которого идёт ударная волна, и от неё желательно уклоняться, ибо урон вы получите большой. Также, когда вы находитесь на расстоянии от него, он может совершить рывок и очень быстро побежать в вашу сторону. От такого кровь стынет джиллах, и я не понимаю, как можно увернуться от такой бандура, которая несётся на тебя. Также, мутант Хоглин ломает все блоки, встречающиеся на его пути. И если ему нужно будет добраться до вас, он это сделает. Только не в нашей ситуации. Как вы поняли, я не дурак, и сражаться в ближнем бою я не стал. Поэтому я выбрал попросту высокую точку, до которой ему точно не добраться, и здесь меня точно спасла физика Майнкрафта. Лишь в последний момент я решил спуститься к нему, и попробовать наносить удары топором, что у меня и получилось. Но мне здесь, скорее всего, повезло, ведь он не мог сломать дерево. Хотя, спокойно, по идее, должен это был сделать. Но окей, босс повержен. С него выпало немного опыта, и его бивень. Насколько я знаю, его можно использовать в зельеварении. Не думаю, что нам это пригодится, но оставим это как трофей. День восьмой. Спустя время у меня, наконец, получилось найти искажённый лес, который мне нужен был для того, чтобы найти эндерменов. Ведь здесь их обитает больше, чем где-либо. За исключением эндермира, разумеется. Сразившись с этими говнюками, я выбил необходимое количество жемчугов эндера, и спустя ещё время я наткнулся на ещё одну адскую крепость, в которой я встретил ещё одного мутанта. Мутант Визор Скелетон. Этот здоровяк из дополнения Мутант Мо. Нереально крутой моб с крутой моделькой и анимацией, но всего лишь двумя типами атаки. Первый тип атаки — это взмахи своими мечами влево и вправо. Выглядит так, будто он танцует, и это действительно выглядит странно. А второй тип атаки — это укус грудной клеткой. Какой-то взрывной укус получается, потому что с помощью этой атаки он может убить за один раз. И это совсем не круто. Мне же с ним очень сильно повезло. Получилось так, что он случайным образом спустился в небольшую яму, благодаря которой он никаким образом не смог ко мне приблизиться. Близко подходить к нему я даже не пробовал. Наносил только удары топором, который имеет большой радиус атаки, и завалил я его в конце концов с помощью обычного лука. Лутом с него падают все, грубо говоря, части его тела, кости, которые нужно собрать, и с помощью этого собрать собственную броню мутанта Визор Скелетона. Что я и сделал. Как только мы надеваем эту броню, на нас накладывается бесконечный эффект спешки и силы. Неплохо. День девятый. Вернувшись домой, я наконец начал отваривать себе зелье, с помощью которого я смогу превращать мобов в мутантов, чтобы не рыскать по всему миру в их поисках. И как только наступила ночь, я сразу же начал пытаться напоить зомби. Некоторые, конечно, взорвались от наложения такого эффекта, но спустя немного времени у меня это получилось, и зомби превратился в зомби-мутант. Или же зомби-халк. Все вы его уже видели и прекрасно знаете, что это за моб. В способности этого здоровяка входит призыв зомби с помощью крика. Также он может наносить удары по земле, волна от которых может нанести неплохой урон. Одна из самых опасных атак у этого монстра является подкидывание игрока в воздух, в момент которого он прыгает за игроком и прямо в воздухе швыряет его обратно на землю. И одним из самых неприятных является то, что после длительного сражения он может упасть и, казалось бы, умер и все. Но спустя время он вновь встает с восполненным на половину хп. И как только я начал с ним драться, я сразу же забрался на возвышенность, с которой он бы меня никогда не достал. Но мне захотелось немного разбавить бой, потому что это было как-то скучно. И сражение, кстати, было с ним достаточно непростое. Ведь чтобы нанести удар зомби-мутанту, нужно успевать уворачиваться и от других мобов, которые так и норовят вас убить. И спустя время я наконец нанес последний удар. От которого он упал и больше не вставал. Дропом с этого босса я получил его фирменный молот, с помощью которого я могу наносить удары по земле, и тем самым это нам может помочь в сражении с другими боссами. День десятый. Что же, далее я наконец решил отправиться в Эндер Мир. В основном это мне нужно было для того, чтобы добыть как можно больше алмазного зачарованного шмота. И разумеется элитры, без которых я не смогу. Активируем портал, отправляемся. Здесь меня ждал Эндер Дракон. Кстати говоря, он далеко не единственный, с кем мне здесь предстоит сражаться. Думаю о нем, мне уж точно не стоит рассказывать, потому что вы его прекрасно знаете. Мне оставалось лишь снести все кристаллы и отстрелять как следует дракона. Теперь у нас есть еще больше опыта и трофейное яйцо дракона. Окей, на этом останавливаться было нельзя, нужно было отправляться в Энд Сити, где я и смогу найти благополучно большое количество алмазных вещей и элитр без всяких сложностей. День одиннадцать. Разумеется, я взял с собой тех самых мутационных зелий, с помощью которых мы можем превращать мобов в мутантов. И такое зелье можно было использовать на шалкерах. Вам когда-нибудь было интересно, как бы выглядел мутированный шалкер? Сейчас увидите. Ведь одного шалкера у меня получилось превратить, и вот что из этого получилось. Шалкер-мутант представляет из себя некого паука с большим панцирем, который может прятать свои лапы. И изначально этот чувачок сидит внутри и стреляет своими снарядами, но только уже в большом количестве. Сражаться с ним достаточно сложно, ведь он постоянно прячется внутри, но как только его запас здоровья сильно понижен, он сразу же полностью вылезает и пытается сделать вам максимально болезненный кусь, которого я советую избегать. А завалить у меня получилось его, разумеется, с помощью лука. Это у нас прям священная вещь этого ролика. Дропом с него выпадает его огромный панцирь, который можно поставить и залезть в него, но при этом сломать его уже не получится. Лично у меня не получилось его снова забрать, поэтому свою награду я быстро и потерял. День двенадцатый. Вернувшись домой, следующий моб, которого постигла моя участь, стал обычный скелет. Я практически всю ночь закидывал их мутационными зелиями и, наконец, превратил скелетон на мутанта. Этого моба вы тоже, скорее всего, прекрасно знаете и часто где видели. Настоящая классика. Сражение с ним будет далеко не простым, ведь атаки у этого моба нереально сильны, и пару ударов с руки может откинуть нас в режим спектейтера, а на его стрелы вовсе лучше не попадаться. Сразиться с ним у меня получилось только с помощью топора Железного Рыцаря. Только атаками, которые бьют на большое расстояние, у меня получилось его разнести в дребезги, и дропом с него мы получаем также фрагмент его тела, как с Визор скелетом. Кости, с помощью которых мы можем также сделать себе целый сет брони. Эта броня дает уже достаточно большую скорость, что нам как раз таки и пригодится в сражении со следующим боссом. День тринадцатый. Я отправился к ледяным пикам, где меня ждал Ледочреп. Опять звучит как-то странно. Это один из самых моих любимых мобов из модов в Майнкрафт. Его модель, атаки, то, как он ходит, все это сделано нереально качественно. Вот серьезно, качественнее я нигде не видел. Как вы видите, встретить этого босса можно случайно спящим посреди снежного поля. Это выглядит очень мило, и в руке у него находится очень интересная вещь. Ледяной кристалл, получив который, ты приобретаешь способность замораживать любых мобов. Но как только ты к нему приближаешься, Ледочреп просыпается, проглатывает кристалл и начинает тебя атаковать. Скажу так, лук и стрелы на этого моба не работают. Они просто-напросто отлетают от него. Следовательно, нужно было придумать что-то, что сработает в ближнем бою. К нему было тяжело даже элементарно подойти. Каждый раз, когда я пытался его ударить, я получал оплевуху и сразу же старался улететь на элитрах. Но это слишком затратно в плане фейерверков, и не так эффективно, плюсом он может замораживать даже в воздухе. Но спустя время я все-таки нашел рабочую, но очень напряжную тактику. Я нашел дерево, за которым и прятался. Как только он пытался обойти это дерево, я наносил удары топором рыцаря. И быстро отбегал. Больше никак, и это действительно работало. Главное не отхватить от него люлей. Весь комбинация атак быстро бы завела меня в могилу. В его способности входят как удары по земле, так и замораживание, так и сильный чаполак. И спустя время у меня наконец получилось его завалить. С этим боссом я сражался больше всего. И сражение с ним действительно было похоже на сражение. Это было супер интересно, супер круто. Так что Ледочрев мой любимчик. И в подарок мы получаем тот самый ледяной кристалл, который мы и будем в будущем использовать. День 14. Параллельно, когда я искал саванну, в которой должен был находиться следующий босс, я наткнулся на небольшой данж разбойников, которым смог выбить себе тотем, что нам очень сильно пригодится. И спустя достаточно большой промежуток времени, я нашел нового босса. Барака, вождь солнца. Также один из нереально крутых и детализированных боссов. Он невероятно силен за счет своей магии, с помощью которой он может наносить точечные удары с солнца прямо по вам. А в моменты, когда у него становится мало жизней, он приобретает форму, в которой он неуязвим к физическим атакам. Параллельно изо рта он выплевывает маски своего племени, которые превращаются в человечков, и которые помогают ему восполнить здоровье с помощью магии. Признаюсь честно, выглядит это невероятно круто. Я офигел, на что способен Майнкрафт в плане мап. Также одна из самых крутых его атак, это когда он изо рта бьет огромным лучом солнца прямо по вам. Сражение с ним было очень запарным, и в момент смерти он взрывается. Это тоже выглядит очень красиво. В награду же мы получаем его свирепую маску с секретами. День пятнадцатый. Что же, последний и один из самых опасных мобов, с которым мне предстояло сразиться, ждал меня в эндер мире. Но для начала его нужно было призвать, и для этого нужна парочка артефактов. В аду нужно найти багрового комара, и выбить из него хоботок. Далее, в обычном мире нужно найти муху, из которой выбиваем личинку. Это все соединяем, и получаем личинку багрового комара. На этом можно отправляться в эндер мир. И полностью подготовившись, я был готов. Прилетев в энд сити, мне нужно было найти странного моба, напоминающего паучка, со странным блоком на голове. Это мне и нужно было. Как только мы выбиваем этот блок, ставим его, и в него засовываем личинку багрового комара, мы и получаем личинку нашего босса. И то, что у нас в руке, это маленькая версия босса, с которой мы будем сражаться. Червь, пустоты, жуткое существо, издающее нереально криповый звук. В его атаке входит швыряние странными шариками, напоминающие снаряды шалкеров. Время от времени сам червь использует порталы, с помощью которых он может добраться до нас, открыв портал за нашей спиной, или же вовсе открыть портал нам, и скинуть нас, например, с большой высоты. Сражаться с ним получается практически только с лука. Иногда происходило такое, что он застревал в здании, благодаря чему можно было стрелять ему четко в голову и сносить много хп. И спустя время у меня получилось уничтожить его с помощью лука. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!